Добрый вечер. 20.04 в Москве. Сегодня у нас чистый понедельник. И, как всегда, по понедельникам мы с совместным журналом Forbes делаем археологию Forbes. И сегодня мой соведущий, заместитель главного редактора Forbes, Эльмар Муртазаев. Здравствуйте. Ну и у нас у православных чистый понедельник, а в католической церкви свое событие. Завтра состоится интернизация аргентинского кардинала Хорхе Берголья, который был избран конклавом новым папой римским. И 266-й раз у нас вступает на престол римский папа за последние 2000 лет. И это, естественно, огромное событие в жизни не только католической церкви, но и в жизни всего мира. Потому что речь идет о старейшем, одном из старейших институтов на Земле. И как бы сила этого института и красота его обеспечены огромной совершенно исторической традицией. Все эти гвардейцы, шотландские гвардейцы в форме Микеланджело, Сикстинская капелла, конклав, за которым мы все следили. И вот хотелось бы понять, вот за этой прекрасной пышной формой стоит ли какое-то серьезное содержание? Почему мы так внимательно следим за католической церковью в эти дни и вообще в современном мире? Что означает избрание нового папы? Что означает его имя? Потому что каждый раз вы знаете, что папа выбирает себе новое имя, и это имя несет очень большие смыслы. То есть он указывает на неких предшественников. И вот сейчас впервые в истории папа римский назвался именем Франциска. То есть отсылая к святому Франциску Асистскому. Обо всем этом поговорим с нашим гостем сегодняшним. Это Борис Филиппов, профессор православного свято-тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Ну вот первый вопрос, что хотелось бы понять. В чем вообще в современном мире заключается роль папы? Это какая-то такая гигантская, красивейшая декорация, не знаю, типа, может быть, британской монархии. Да, вот как смотрели сейчас юбилей королевы Елизаветы. То же самое. Папа римский. Это что-то вроде британской королевы? Не совсем так. Хотя совсем недавно, до Иоанна Павла II, визиты к папе римскому, государственных деятелей, мировых, были визитами вежливости. И в среднем продолжались 20 минут. Вот Иоанн Павел II изменил и место, и роль папы во внешнем мире. То место, которое он занимал как глава церкви, здесь изменений не произошло. А вот в отношениях с миром произошли принципиальные изменения. То есть за последние четверть века, уже с лишним, с 78-го года, церковь стала принципиально новым игроком на мировой арене. И не только на мировой. Ведь папа перестал быть пленником Ватикана, вышел за пределы не только Рима, но и Италии. Его многочисленные поездки, они предполагали совершенно необычную вещь – сотрудничество государственных и церковных властей для организации его визита. Ведь во время визита его встречать выходили миллионы людей. Там, где население позволяло, то выходили миллионы людей. Ну, там в Польше вышло во время первого визита 6 миллионов. Когда он прилетел и целовал землю, да, аэропорта. И когда он сказал «не бойтесь». Это на интернизации он сказал «не бойтесь». А, еще на интернизации. Вот он изменил отношения. Ведь на местах епископаты стали сотрудничать с самыми нелояльными по отношению к церкви властями. И после того, как папа уезжал, это сотрудничество волей-неволей продолжалось. Я говорю волей-неволей, потому что визиты стоили дорого, и образовывались большие долги, и нужно было их погашать. То есть вот даже на таком уровне появились общие проблемы. А когда речь шла о том, что миллион человек выйдет на улицу или выйдет на площадь, встает вопрос об организации. И тут церковь показала, сколько она может мобилизовать. Ну да, здесь, конечно, гигантская мобилизующая сила. Я думаю, можно вспомнить о той роли, которую Иоанн Павел II сыграл в распаде Советской империи в Восточной Европе, в крушении коммунизма. — Скажите, вот новый папа Франциско, он будет в этом смысле продолжателем такой, ну не реформаторской, а вот открытой линии Иоанна Павла II, то, что церковь решительно разворачивается к миру? — Ну, она уже развернулась. И Ратцингер, или Бенедикт XVI, он продолжил эту линию. Другое дело, что его здоровье и темперамент не позволяли ему это делать в том объеме, в каком делал Иоанн Павел II. И нынешний папа, он обращен к миру, он в меньшей степени богослов, а если о нем в Аргентине говорят, то говорят пастырь. Вообще, это стоит того, чтобы объяснили. До Иоанна Павла II папы были дипломатами, выходцами из дипломатической школы. Они были специалистами по улучшению отношений с государством. А папа Вайтелло был первым папой, который умел с массами разговаривать. — И были же они все итальянцы, практически. — Они были все итальянцы. — Мантини, Павел VI, да. — Совершенно верно. Совершенно верно. Я написал в «Форбсе», что от папы требовалось, чтобы он был медийной фигурой. Вот те параметры, по которым оценивается сегодня папа, задал папа Вайтелло. — Ну да. Что имя «Франциск» значит? Ваша интерпретация вот этого имени? — Ну, во-первых, это классическая интерпретация Франциска Сиски. Он взял имя Франциска Сискова. Лет 20 назад в интервью, которое, к сожалению, на русский язык не переведено, Ратцингер, интервью было издано во многих странах под названием «Доклад о состоянии веры». Он сказал, что церковь не должна быть церковью для бедных, она должна быть церковью бедной. И вот Франциск как раз реализатор, можно сказать, этой программы Бенедикта XVI. — Ну да, он же один из основателей нищенствующих орденов, да, францисканцы, доминиканцы. — Совершенно верно. В иезуитском ордене был свой Франциск, Франциск Ксаверий, которого называют величайшим миссионером католической церкви, миссионер Индии, где соединялось миссионерство с образом жизни нищенствующего монаха. — Скажите, вот Франциск, миссионерство, обращение к вере, новой аудитории какой-то. Я одного не могу понять. Скажите, насколько я понимаю, сейчас, как следует из статистики, католическая церковь не испытывает вроде бы проблем с верующими? — Совершенно верно. — Их количество растет. — Больше миллиарда, да, по-моему, где-то миллиард. — 200 миллионов, да. — Почему же обращение к миссионерству? Что такое? Почему вроде бы нет потребностей в новых... Ну, как было, она всегда есть, конечно, совсем другое, но тем не менее. Это не является острейшей проблемой. В чем причина? — Я могу вам сказать, что если раньше церковь довольствовалась тем, что она крестила миллионные массы, то сегодня миллионные массы верующих считают, что этого недостаточно и хотят как можно больше узнать о своей вере. И церковь столкнулась с огромной проблемой новой евангелизации. То есть речь идет о том, что недостаточно крестить, надо еще и проповедовать Евангелие и жить по Евангелию. — Ну да, я думаю, то же самое, что во всех христианских странах, то, что мы в России видим, да, число людей, называющих себя православными, и число людей, это вот то, что сейчас говорят, воцерковленных, да? — Совершенно верно. — И даже и число людей воцерковленных и живущих по Евангелию, это опять-таки третья цифра уже будет. — Совершенно верно. И то, что в католической церкви в последние 50 лет появилось много новых массовых движений, которые занимаются только катехизацией, то есть только проповедуют Евангелие, закон Божий. — Гражданских движений? — Да-да-да. — Не связанных с официальными институтами церкви? — Нет, они связаны, они католики, они в большей части... — Ну, в смысле, они сами эти организации создают, они не назначены, я имею в виду. — Совершенно верно. И что мне в выступлениях нового папы понравилось, он ещё до того, как его избрали на папский престол, сказал, что без мирян церковь не выживет в Латинской Америке. — Для латиноамериканцев это понятно, потому что там один священник приходится на 17, на 18, на 20 тысяч человек. Понимаете? Количество верующих не уменьшается, а число священников сокращается. А потребность, потребность в Слове Божьем существует. Когда я только начинал свои занятия католицизмом, исследования, меня поразило появление, это 70-е годы, появление в Латинской Америке базовых общин. Ну, представляете, 20 тысяч базовых общин. Чем они интересны? Люди собираются, читают Евангелие. Почему они собираются, читают Евангелие, а священников нет? Вот они — это потребность. — Борис Васильевич, священников нет. Вы сказали, количество священников уменьшается. Почему? — Я об этом и написал, о том, что кризис мужской ответственности. Мужчины не хотят ни в брак вступать, ни детей иметь, не хотят брать на себя ответственность. Это мы видим по бизнесу, в политике мы видим, в журналистике мы видим. — Это очень интересный поворот темы. То есть, фактически, можно сказать, это кризис патернализма, кризис патриархальной цивилизации. Да, но если, скажем, в бизнесе, в семье женщина может вступить на место мужчины, то в церкви, по крайней мере, в католическое и православное, она этого сделать не может. — И это одна из самых больших проблем. Найти место мирянам, которых миллиард двести миллионов, чтобы они чувствовали себя активными, а не пассивными. Дело в том, что за последние пятьдесят лет произошли принципиальные изменения в нашей европейской цивилизации. В церковь пришли новые верующие, люди с высшим образованием и с высокими потребностями, и с завышенными требованиями к духовенству. — Да, и священники, нынешний клир не может отвечать адекватно на вот эти вот... — И тогда появляются вот все эти движения. — Скажите, а вот с женщинами очень интересную тему вы подняли. Вообще в католической церкви идут какие-то дискуссии в этом направлении, что женщины могут быть священниками? Как это происходит у протестантов? — Не прекращаются эти дискуссии. Речь идет о том, в какой форме, как, как далеко допустить... — Диаконы, наверное, сначала, да? — Диаконисы, которые были в древней церкви. — Были уже, да? — Они были, да. Потом вот этот институт исчез. — Но насколько близка сейчас католическая церковь на официальном уровне, на уровне римской курии, к признанию вот этого? — Уже в курии женщины работают. И работают на должностях выше средних. Там очень жесткая иерархическая система, и то ли две, то ли три женщины поднялись на высокие ступени. — Ну а о рукоположении пока речи не идет? — Нет, нет, нет. — Но возможно ли, как вы считаете, вот исследуя все эти десятилетия католицизма, видя те подвижки, которые с 60-х годов произошли? — Христос учениками своими назвал 12 апостолов. Хотя сторонники женского священства говорят, что там были с ними и женщины. Женщины приветствовали, первыми пришли к гробу Спасителя. Что церковь должна воздать женщинам, отметить их важную роль в церкви. Но церковь-институт очень консервативный. Все попытки института современить, облегчить восприятие литургии, священных текстов, они ведь кончились крахом. Когда ввели английский язык вместо латыни в богослужении, половина американских католиков перестала ходить на службу. Люди в церкви ищут не другое. — Ну, послушайте, ведь эта реформа Второго Ватиканского собора, она же как-то успешной была. Ведь ввели богослужение на национальных языках, и это сейчас общепринятая практика. И этот миллиард человек не на латыни же слушает сейчас. — Совершенно верно. И вот один из, во времена Второго Ватиканского собора, молодой богослов, который выступал за богослужение на родном языке, становится папой и возвращает латинскую мессу. — Это Павел? — Нет, Бенедикт. — А, Бенедикт как раз, Ратцингер. — Он сказал, что поторопились. Он говорит, мы не можем теперь вернуться к латинскому языку, потому что это нужно опять заново учить его. — Понятно. Напомню, что у нас сегодня в студии Борис Филиппов, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы продолжим через несколько минут. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня «Археология Форбс». Мой соведущий сегодня Элимар Муртазаев, заместитель главного редактора журнала «Форбс». И в гостях у нас профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Борис Филиппов. Говорим мы о новом папе, который завтра вступает на папский престол. В 266-й раз он это делает. — Я бы хотел заметить для наших читателей, что я как... — Слушателей. — Для наших слушателей, простите. Конечно, я имел в виду, что наши читатели, которые прочитали колонку Бориса Алексеевича, наверное, отметили одну интересную особенность. Фактически он предсказал избрание аргентинского кардинала Хорке Марге Берголи. Для меня это стало большим откровением, поскольку я этот прогноз настолько четко нигде не читал. Ну, то есть это был даже не прогноз, а просто фактическое изложение идеи. И вот в связи с этим у меня вопрос. Борис Алексеевич, про, скажем так, мужчины и женщины, понимаю, вы очень интересно рассказали. Но насколько я понимаю, есть еще одна тенденция. Это то, что называется среди экономистов, развивающихся рынками, то, что называется среди географов страны третьего мира. Аргентинец, Латинская Америка, не европеец, не итальянец. Почему? Почему такой выбор? И это знак? Это знак миру? Это знак Латинской Америки, как в свое время избрание Вайтилы было знаком в Восточной Европе? Безусловно. Хотя, когда избрали Вайтилу, то это не был знак для Восточной Европы. Кардинал, который пропагандировал Вайтилу, кардинал Кёниг, австрийский, венский кардинал. Венский армейский. Он сказал, мы избрали на престол не символ, а мы избрали программу. Дело в том, что Вайтил был известен как человек с программой. Вот такую программу он изложил во время одного из выступлений на Синоде. И после этого о нем стали говорить как о кандидате в Папы. Церковь столкнулась в Латинской Америке с теологией освобождения, а в высокоразвитых странах с популярностью марксизма. И нужно было избрать на Папский престол человека, который не боится марксизма. И первое, что сказал Вайтилу, когда стал папой после всех процедур, это «я, у меня нет русского комплекса», он сказал. То есть это действительно важно, потому что Павел VI боялся нашей страны. Ну да, он был типичным таким продуктом холодной войны в этом смысле. Да, и типичным западным интеллигентом, который колебался, боялся. И вот пришел энергичный польский кардинал, который сказал, что бояться не надо, и попытался нанести удар по системе на ее территории. Пытался, нанес, и считаю, удалось. То же самое и в Латинской Америке, куда он непрерывно ездил. Непрерывно. Это был его первый визит. Он сразу полетел в Мексику. И там он сказал очень важную фразу. Коммунисты могут проповедовать марксизм, но пусть они проповедуют и свою практику. А вот возвращаясь к избранию Хорхе-Марея Бердолья, почему Латинская Америка? Почему Аргентина? Почему Латинская Америка? В Латинской Америке самое большое количество проживает число католиков. 40% кажется. Но я думаю, что речь идет не о численности. Речь идет о том, что там происходит очень опасный для католической церкви процесс разложения церкви и массового ухода к протестантам. От одного миллиона до трех миллионов уходит в год к неопятидесятникам. Когда я был на Кубе, директор института религиоведения кубинского сказал, что уже больше 17% это было в 2005 году. А если Бразилия, это самая большая страна, в которой когда-то 100% населения было католиками, сейчас только 60%. Так что этот процесс очень важный и очень опасный для католической церкви. А что дать такой шаткий регион и, соответственно, укрепить позиции церкви в этом регионе? Да. А почему это происходит? Почему в Латинской Америке растет популярность в протестантской церкви? Вы знаете, один из латиноамериканских кардиналов сказал, что мы крестим, но не проповедуем. Ну, тоже да, тоже что происходит. Вот интересно, здесь, вы знаете, хочется сравнить три церкви, да? Православную, католическую и протестантскую. Из всех троих, вот, как мне представляется, протестантство как-то наиболее гибко, мобильно, и вот оно может более гибко интегрироваться в проблемы современного мира. Привлечь молодежь, устроить какой-то спортивный турнир, кружки, чтение. И больше всего теряют они. Больше всего теряют они. Протестанты? Да. Вот когда смотришь цифры, то самые большие потери протестантов. Ну, может быть, еще и потому, что база протестантов в Европе и в как раз всех странах, в которых быстрее всего идет процесс урбанизации. В секуляризованных странах. Вы знаете, с секуляризацией ничего не понятно. Все непонятно. То есть вообще есть ли она? Есть ли она, потому что она была, и вдруг прекратилась, и когда она будет, я могу по секрету сказать, она начнется лет через пять-десять. Новая секуляризация. Новая секуляризация. То есть сейчас волна некого религиозного ренессанса, по-вашему, происходит? Да, она происходит каждое столетие. То есть мы имеем в виду циклами некими, да? Совершенно верно. А она как-то локализована в столетиях, как-то в начале, или как вы ее назовете? Я бы сказал так. Начинается где-то с 69-го, 70-го года и продолжается. Вот здесь мне трудно сказать до 10-го, до 15-го, но не очень далеко, вглубь. Понятно. И затем середина века опять это волна. А середина века это такой провал для церкви, такой мрак. Это в 19-м веке, это в 20-м веке. Ну да, я здесь помню, в 19-м веке как Жозеф Деместр реагировал на вот это вот все, так сказать, кризис церкви. 20-й век, не будем вообще про революцию говорить. Это как-то интересным образом связано действительно с процессами. То есть середина 19-го века промышленная революция, бешеное развитие урбанизации. И то же самое в 20-м веке, переход на другую экономическую модель развития. Соответственно, опять же, развал империи, комбинация их в мировая война. Да, очень интересно. Скажите, а такой вопрос. Мы поговорили о, еще, может быть, вернемся к значению имени Папы. Имя Франциска, как человек, который церковь бедных, церковь для бедных. Мы поговорили о его аргентинском происхождении. Еще такой факт. Папа иезуит. У нас, мне кажется, в России существует такая очень сильная мифология, прям, что это вот легенда о великом инквизиторе. Вот они, эти страшные иезуиты, сейчас придут и разорвут Россию Матушку Натясти. Да, расскажешь про какую-то спецслужбу, прям, церковь. Да, стоит ли вообще в России нам как-то с этим... Да, и, кстати, еще вспомним, что воспитывал, да, его воспитателем, наставником, как известно, был униат, священник униатской церкви. Вот в этом отношении нам следует чего-то, ну, не нам, так скажем, а обеспокоенным православным гражданам? Иезуит, конечно, в нашей культуре, это ругательное слово. Почему, вот интересно, почему так получилось? Что такого плохого иезуиты сделали России? Ну, я не буду спрашивать в ответ, а что хорошего? Хорошее они сделали, они создали европейскую систему образования. Да, не знаю, я сам лично контактировал довольно часто с иезуитами и нахожу их невероятно светскими, образованными людьми с очень большим интересом к России. Не знаю, проводивших огромное количество семинаров, приглашавших на стипендии, там, не знаю, людей из России, при этом никаким паразилитизмом не занимавшимся. Боитесь донайцев, тары приносящих. Да, вот это стоит, следует бояться. Вы знаете, первый иезуит, который побывал здесь во времена Ивана Грозного, он оставил любопытную книгу с советами для следующих иезуитов, которые сюда приедут. Как они должны, кому должны давать взятки, с кем они должны общаться, на кого делать ставку. Историку трудно равнодушным быть к иезуитам, потому что вообще историки слишком много знают. Это что, как их понимают, это некий католический спецназ, который, значит, вот первый авангард такого проникновения, празилитизма, я не знаю, там, в Парагвай же они целое государство построили. Это была удивительная первая попытка социального моделирования. Она заслуживает всякого интереса, разговора. Я могу сказать, что у меня, я читаю лекции по новой истории, и когда я своих заочников спрашивал, какая лекция на них произвела самое большое впечатление, они мне дружно отвечали об иезуитах в Парагвае. Как интересно, у Шафаревича есть интересное исследование, вот эта вот книга «Социализм», он как раз очень так, по-моему, интересно исследовал их государство. Вы знаете, католическая церковь периодически сомневается, гордится этим или не гордится. Точно так же, как коммунисты. То они это государство считали прообразом, то они от него отрекались. Оно действительно заслуживает интереса. Это государство жестко регулируемое. И хотя там было на общину 1-2 иезуита, но делалось все, что называется, по плану, распорядку и так далее. И ночью поворачивались сбоку-набок по команде. На этом мы отреклись. Я продолжу, Сергей, вопрос Сергея. Но то, что именно иезуиты попробовали сделать это в Парагвайе, это случайность или нет? Что ж такое иезуит? Это интеллектуальная элита церкви. В те времена. И достаточно закрытая корпорация, как я понимаю, которую иногда даже сами папы боятся. Вы знаете, когда говорят вообще о католической церкви, я однажды обратил внимание, что там очень много орденов. Более 450. В некоторых сейчас там, может быть, десяток человек. Но они существуют. Я подумал, а в чем секрет их существования? Дело в том, что они появлялись каждый раз, когда у церкви возникали проблемы. И тогда появлялся орден, который эти проблемы брал на себя и решал. Так же, как Франциск, так же, как Доминиканский орден. В период реформации на себя основную нагрузку борьбы с реформацией взял орден иезуитов. А протестанты создали то, что называется «черная легенда». Что касается отношений с папами, отношения были сложными. Один высокопоставленный иезуит рассказывал мне, что его папа сослал на 25 лет на Сицилию бороться с мафией. И он дисциплинированно, как положено по уставу, создал там школу для руководящих работников, через которую прошли люди, не боящиеся мафии. Интересно. Да. Это очень интересный орден. Но вот папа, которым я больше всего занимался, Иоанн Павел II, иезуитов не любил. Ну да, он же больше полагался на опус де. Совершенно верно. Совершенно верно. И когда пришел Бенедикт XVI, и он вернул иезуитов. Ну вот вопрос из-за иезуита. Давайте мы наших слушателей тоже спросим. 65, 10, 99 и 6. Избран новый папа. Папа из иезуитов. А стоит ли нам вообще в России здесь бояться католичества? Как нам относиться к избранию нового папы? Или нам стоит, следует раскрыться на встречу католичества, пригласить папу в гости, чтобы состоялась, наконец, историческая встреча патриарха и папы? Или, наоборот, католичество – это извечный враг России, который уже не первое столетие стремится нас подчинить? Владимир, на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос вашему гостю. Я прихожанин московского прихода Святой Ольги от Римско-католической церкви. Я знаю, что визит папы Иоанна Столурова планировался в Москву, но был запрещен Московской Русской Православной Церковью. Если же будет намечаться новый визит папы, будут ли такие же протесты со стороны Православной Церкви? Спасибо, Владимир. Со времен Иоанна Павла II, я не знаю документа, но такое негласное соглашение между всеми христианскими странами о визитах папы. Если он приезжает в православную страну, он может приехать только по приглашению Иоанна Православной Церкви. Государство приглашает вторично. Вот сначала договоритесь с православными, а потом мы пригласим вас. Не удалось папе приехать в Сербию, тогда в социалистическую Югославию по этой причине, и по этой причине он не может приехать к нам. А Румыния, Болгария? А Румыния, Болгария, там протестов не было. Там не было возражений. То есть Сербия, Сербия, Россия. 65, 10, 99 и 6. Следует ли России опасаться папы, опасаться католичества, нового папы-изуита? Эльмар. У меня только маленький вопрос к нашему гостю. Скажите, вы сказали интересную вещь, что чаще всего орденам церковь доверяла в сложный момент решение каких-то проблем. Что сейчас доверяет церковь иезуитам? Почему? Я не готов ответить на этот вопрос, потому что то, что называется предшествующий понтификат Иоанна Павла II, иезуиты вытеснялись, потому что к ним были претензии именно по Латинской Америке. В Латинской Америке ситуация для европейца непонятная. Там ужасающая бедность соседствует с роскошью и богатством. Моя знакомая лет 20 назад ездила в Перу и вернулась потрясённая. Дети бегают босиком по снегу. Такой нищеты. Трудно было представить в нашей стране о том, что такое возможно, понимаете? А иезуиты, как правило, основная часть духовенства Латинской Америки, это приезжие из высокоразвитых европейских стран или Америки. И когда они приезжают в Латинскую Америку, для них то, что они видят, является оскорблением. И они начинают леветь, краснеть и искать формы борьбы. Ну да, с этим неравенством, с этой бедностью. А поскольку папа обладал опытом Восточной Европы и взаимоотношения церкви с государством Восточной Европы, то он понимал риски. Да, и кроме того была Куба. Фидель Кастро не боролся с религией. Он выпускник иезуитского колледжа. Фидель? Да. Там смешная история, но 95% священников на Кубе это были миссионеры. И высылали не священников, высылали иностранцев. И в Центральной Америке диктаторы высылали иностранцев. Они не боролись с церковью. Но не местных священников. 65, 10, 99 и 6. Напомню, что у нас в гостях профессор православного света Тихоновского гуманитарного университета Борис Филиппов. Вы можете задать ему свой вопрос. И я хочу наших слушателей спросить, следует ли России бояться католической церкви? Роман на линии. Добрый вечер, Роман, Москва. Добрый вечер. Бояться нечего абсолютно. Мы народ непугливый. У нас была идея до коммунизма мировая. У нас была во время коммунизма мировая идея. Надо всегда быть готовым к отпору. Это первое. Мобилизованный отпор католицизму вполне, я думаю, мы еще покажем. Роман, а сейчас-то у нас нет мировой идеи, похоже? Или есть? Будет. Будет, обязательно будет. На то были русские. С нами Бог. И два вопроса вашему гостю. Значит, вопрос первый. Капитализм – это совершенно точно протестантская идеология. По его мнению, православие в капитализме вообще, оно как-то выживет или нет? Это первое. И второе. Ну, вот он начал отвечать чуть-чуть, ваш гость. В Владимирской Америке там колоссальное же разделение католической церкви на церковь для богатых и церковь для бедных. Вот. Там же епископов, насколько я думаю, убивают вообще-то. Ну, вот до последнего времени, во всяком случае. То есть, и высылали, и так далее, и так далее. Как вы думаете, аргентинский папа, он как-то повлияет на эту ситуацию в Латинской Америке? Понятно. Тем более, что Латинская Америка сейчас, похоже, становится локомотивом мировой истории, в общем-то. Да и экономики. Понятно, Роман. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну, вопрос о том, что бояться, бояться, как в Писании сказано, надо только Бога. А все остальные проблемы решаемы. Для того, что сложность наших отношений с католиками, и это осложняет вопрос о визите Папы, заключается в том, что он не протестанты, а Папа является символом Запада. Вот в чем дело. И мы его с удовольствием примем, как только почувствуем себя достаточно сильными. Вот все-таки есть какое-то опасение, что перед нами очень сильная, структурированная, глубоко фундированная организация. И вот то, что приезжает Папа, какой-то страх собственной слабости присутствует. Это не до конца осознанные проблемы наших отношений с Западом. Вообще шире. Вообще шире. А он как символ. То есть это надо рассматривать в контексте отношений с Западом. Совершенно верно. Вообще, да, цивилизационно. Да, да. Хорошо. И другой вопрос, Андрей. Относительно Латинской Америки. Там был период военных диктатур, когда более-менее, я прошу прощения, может быть, я слишком упрощу, честные офицеры военными террористическими методами решили навести порядок в экономике и политике. Но когда они увидели, что у них ничего не получается, они более-менее добровольно ушли от власти. В тот момент, когда они находились у власти и высылались священники, и убивались епископы, всё это было. Всё это было. Те были епископы, которые сотрудничали с хунтами. Всё это было. Но, повторяю, для того, чтобы понять остроту ситуации, нужно понимать и социальные проблемы, и наличие рядом Кубы. И это время холодной войны. Ну да, понятно. У Андрея вопрос. Напоминаем, наш номер 6510996. Андрей, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Если я не ошибаюсь, первый Ватиканский собор в своё время, ещё в XIX веке, предал анафеме окончательной и непересматриваемой тех, кто понимается в непокрешимости Папы и Верховенской Папы среди христиан. То есть, ну, это, разумеется, касалось хизматиков, то есть православных. Вообще, насколько это решение, ну, я так понимаю, это краеугольный камень сейчас отношения, вот это решение, краеугольный камень отношений между православными и католиками. Без пересмотра каким-то образом этого решения, я так понимаю, ни о каком стяжении быть, в принципе, речи не может. Понятно, Андрей, спасибо. Правильно ли я понимаю ситуацию, или это... Да-да, спасибо. Думаю, что вы немножечко обострили. На Первый Ватиканский собор православные были приглашены. Протестантов не пригласили, а православных пригласили. Православные отказались, и понятно, почему отказались. Это, напомните, 1871 год. 1871 год. В конце 19 века Папа Лев XIII сформулировал очень интересно эмоционально проблему, что мы на Страшном суде ответим о братьях наших отлученных. И попытался сначала внутри католической церкви улучшить отношение к униатам. И оказалось, что это очень трудно. Оказалось, что униат – это католики третьего, четвертого сорта в глазах правоверных католиков. И папская попытка поднять статус даже внутри самой католической церкви провалилась. И как я прочел в одной истории церкви, ее провалили сотрудники Курии и преподаватели семинарий. Ну так все-таки речь идет сейчас даже не о буниатах, а именно о православных, русских православных. Так есть ли вот эта вот анафема? Ведь, по-моему, анафемствовали еще тогда при Расколе в 1054 году? В 1054 году речь шла о конкретных людях, а не церквях. И процесс нашего расхождения, он занял несколько столетий. Вы знаете, последний раз делегация православных церквей была на Флорентийском соборе. Я своих студентов спрашиваю, если бы они были совсем чужие, поехали бы к ним? А вот после Флорентийского больше контакта по церковной линии до конца XX века не было. Мы продолжим наше обсуждение отношений православия и католичества после небольшой паузы. Добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев и мой соведущий сегодня Эльмар Муртазаев, замглавного редактора журнала Forbes. Говорим мы сегодня о новом папе, который завтра вступает на папский престол в Риме, Папа Франциск. В гостях у нас профессор православного Святотихоновского гуманитарного университета Борис Филиппов. Вот я хотел задать вопрос. Я понимаю, Папа Франциск ответ на вызовы, демографические вызовы, религиозные вызовы, кризисы внутри церкви. Но скажите, насколько я понимаю, есть еще один контекст и для католической церкви, и надо признать для православной. Проблема вот в чем. Мы видим резкий подъем экономик и общества Восточной Азии. Мы видим подъем новых центров. Индия, Китай, других религий. Насколько католическая церковь понимает, рассматривает ли это как угрозу, или рассматривает это как какие-то новые возможности? Как относится к этому католическая церковь? Мир меняется, появляется новый мощнейший центр силы, и как им будет мир через 100 лет, через 50 лет, через 20 лет, совершенно непонятно. Вы знаете, 40 лет назад вся статистика религиозная показывала наступление ислама на Африку. Сегодня мы говорим о необычайном популярности христианства и росте христианства в Африке. За 40 лет в три раза увеличилось число католиков. У протестантов не меньшие успехи. Православная миссия ведется Александрийским патриархом. То есть Африка открылась после того, как ее много раз открывали. Речь идет о субсахарской, подсахарской Африке, черной Африке. Там больше всего открываются семинарии. Вот семинарии в европейской цивилизации закрываются, в Африке открываются. Открывается чуть ли не по три семинарии в год. Вот так. Ну, хорошо. А тем не менее, проблема Китая, проблема... Азия тоже открылась христианству. Самые католические страны – это Вьетнам и Южная Корея. Корея, да. В Корее они, можно сказать, одинаково успешны и протестанты, и католики. Несколько тысяч, ну, может быть, около десяти тысяч приходов тех и других христианских. А там Филиппины же огромная совершенно католическая страна. Совершенно верно. И христианство в Азии отождествляется в общественном... Ну, не столько общественном мнении, сколько среди образованной части. Как быть христианином – это принадлежность к другой высшей цивилизации. Вы знаете, Борис Алексеевич, вот я хочу сейчас немножко вернуться к имени Папы, да, к имени Франциска. Вот читая сейчас его биографию, удивительные совершенно вещи нахожу. Ну, уже все писали о том, как он совершал омовение ног больным СПИДом в хосписе, там, для больных СПИДом. Ну, это же традиционная вещь на Великий Четверг. Ну, я хотел сказать именно про такую его гуманитарную и социальную направленность другое, то, что вот я недавно только прочел, то, что когда в Буэнос-Айрисе наркомафия стала угрожать жизни одного священника католического, папа переехал жить к нему. И он жил у него в квартире все то время, что ему угрожала наркомафия. И вот смотря на такую вот невероятную социальную ангажированность, вовлеченность, знаете, ну, не могу не, собственно, провести контраст, провести, да, почувствовать контраст с тем, что происходит в нашей церкви. То есть, с одной стороны, католическая такая невероятная, по крайней мере, у Папы то, что мы сейчас видим, церковь бедных. И вот это то, что мне не хватает в нашей церкви, вот такого вот разворота к бедным. Вы знаете, СМИ пишут о том, что необычно. Если бы это было само собой разумеющееся, как должно быть, об этом бы не писали. Так же, как и в нашей прессе, вы ничего не знаете, не знаете и не узнаете о том, как живет по-настоящему церковь. СМИ питается скандалами, сенсацией. Вот сенсация. Он оказывается такой. А это норма. Вот если к этому относиться как к норме... То есть такое, так скажем, социальное служение, это там оно нормально. Почему? И у нас. И у нас нормально. Конечно. Я знаю епископов, я знаю священников, которые ничем не отличаются от аргентинского кардинала. В церкви в целом вы не наблюдаете такого, что называют поворотом к новому есифлянству? То есть новая церковно-государственная симфония, уцерковление больших элит властных. Вы знаете, мне однажды пришлось для школьной энциклопедии писать об Иосифе Володском. И я, к своему удивлению, а я настроен был как нормальный советский интеллигент, против того, чтобы у церкви были богатства и так далее. Ну, конечно, мы все заняло Сорского. Совершенно верно, заняло Сорского. И вдруг я, вдруг я все-таки аполитолог, и вдруг я вижу. Он говорит, я переведу на современный язык. Если богатый, если знатный не будет постригаться в богатый монастырь, то есть он не будет постригаться в бедный монастырь, он будет постригаться только в богатый. Я сразу сообразил, как только перестали постригаться князья в монашество, церковь потеряла социальный престиж. Это какая-то особенная российская модель? Нет, нет. Вы знаете, Пушкин, уже во времена Пушкина со священником стеснялись говорить, это низкий уровень. Екатерина не дала, не приравнялась духовенству к дворянству. Это же вообще синодальный период, это все как бы вот эта Петровская ересь, то, что поставили в подчиненное положение священства. Вы понимаете, у нас были там за целое столетие несколько монахов-князей, так их принимали и при дворе принимали, и в домах принимали, а поповских детей нет. Вот, понимаете, вот просто так говорить, что вот он за союз и хотел богатую церковь... Ну да, нет, я понимаю, но в принципе, мне кажется, что вот сейчас, когда мы пытаемся оценить то, что происходит в западной церкви, в католической церкви, мне кажется, что наша церковь могла бы посмотреть на невероятную совершенно социальную миссию, социальную доктрину, которая так хорошо развита у католиков, и так, по-моему, и выпукло явлена у нового папы. Вы знаете, у меня католических епископов знакомых немного, и вот когда я специально летел в один из бывших районов СССР для того, чтобы познакомиться, я сформулировал вопрос, который меня очень волнует. Вот католическая церковь много чего делает, вот мы не делаем, вот протестанты много чего делают, мы не делаем. Результат один. И у тех, и у других. Те же самые проблемы. С точки зрения церкви, но, может быть, с точки зрения общества, все-таки, так сказать, они создают какое-то не только церковное, но и секулярное общественное благо, те церкви более погруженные в жизнь. Вы знаете, у человека духовные потребности и проблемы, и вот этой внешней деятельности, к сожалению, их удовлетворять нельзя. И что меня поражает в новых движениях, они занимаются религиозным, духовным воспитанием и образованием. Новых на Западе? А, то есть вы имеете в виду именно что-то, так сказать, может быть, как реакция на вот эту вот чрезмерную социальную ангажированность? Несколько социальную, на требу исполнительства, на то, что церковь занимается только, значит, таинствами, и у нее нет времени для разговора с отдельным человеком, каждым конкретным. Ну, да. Ну, мне кажется, что у нынешнего, у нового завтрашнего папы будет время для разговора с отдельным человеком. Вы знаете, возвращаясь к имени его, к имени Франциска, я вспоминаю прекрасную совершенно книгу о Франциске Осийском, которую я читал Честертона Гилберта. Кита Честертона, биография Франциска, я понял, какой это был фантастический совершенно человек, человек предвозрождения, это XII век. Он был трубадуром, это трубадур, который воспевал свою любовь к прекрасной даме и ее распространял на Богородицу. Вот у нас, может быть, такой человек, интегрированный в природу, был там Сергей Радонежский, который говорил с медведем, а Франциск Осийский говорил с птицами. Так что этот человек невероятно широкий, человек, развернутый к людям, к простым мирянам, и пожелаем удачи новому папе Франциску. Это была программа «Археология», я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи. Спасибо.